Я считаю, Боженька мог помочь в этой ситуации, буквально сантиметр вниз она от штанги зашла. Так что ничего такого произошел, звону бросил. Могла залететь, конечно, обидно стало так, что... Очень обидно, передоставали. Понятно, но я думаю, что сегодня настроение все-таки пободрее, чем после финнов. Мы-то куда более сопротивление оказали. Первая игра, такие сумасшедшие скорости, как бы... Чуть-чуть как бы не понимаешь, что приспосабливаться надо. Но мы смотрим очень много видео, Михаил Михайлович нам показывает очень много видео, где кто должен играть. И как бы его вруто приспособились, мне скорости могли даже. В начале второго периода заметил такой эпизод. Он подозвал тебя к скамейке, что-то говорил, что-то объяснял, и потом ты опять укатился, не меняясь. Помнишь это? А, ну да, он там говорит, чтобы я на борт шел, а я в центр поехал. Ну, такие вот тактические схемы, кто где должен играть. Ясно. Мысли и чувства теперь перед, собственно, немцами, завтрашней игрой. Ну, я считаю, мы уже так освоились, привыкли к этим маленьким площадкам, к этим скоростям. Будем играть только на победу, а другого у нас не встает шанс. Как бы только на победу сравимся. Ясно. Я думаю, нам это по силам. В звене уже боевое слаживание прошло? Уже хорошо друг друга вы чувствуете? Ну да, уже как бы уже понимаешь, что где должен бежать. Потому что здесь времени подумать вообще нет. Уже должен чувствовать, где игрок наш находится и так давать передачу. Так все быстро. Звену Андрея и Стасия завидуете? Только белой зависти. Молодцы ребята. Здорово сыграли. Забросили. Такое ощущение, что не хватало вам немножко как бы наглости, смелости какой-то. Решительность его. В первых двух периодах особенно. Вот даже на чистом льду вот они останавливаются, ребята. Ну да, надо конечно втыкаться от них постоянно. Постоянно втыкаться. Они сразу потом тормозятся тоже, когда ты втыкаешь. Надо, считай, не прокатываться, все время втыкаться и биться. Ну что, шведы так что, ну что. Они все люди. Ну тебе сам Бог велел с твоей фактурой? Ты он несколько раз не смог на плечах, сидя на плечах отдавать передачу. Ну да, конечно. Да конечно, надо втыкаться. Ну по-другому как бы никак. Будешь прокатываться, получишь 10 шайб, я считаю. Втыкаться, биться. Ну как швейцария вчера показали. Перебили, перебили канадцы. Могли еще и очко-то спонуть. То есть даже канадские игроки сказали, что понравился силовой хоккей. Да. По-другому против таких команд не сыграешь. Столько звезд в Форсберге, в Экарберге. Просто смотришь. Первовещение. А вот...